Мы с вами, друзья, привыкли ко всему, ко всяким выкрутасам нашего правительства и ко всяким заявлениям. Но вот одно совершенно неожиданное, ласковое, нежное такое заявление. Ну давайте разберем и вообще похохочем, что ли, потому что я не знаю, как реагировать на такие заявления. Путин разрешил оставлять за рубежом всю валюту за вывоз сырья из России. Это как? Я даже не могу понять, что такое происходит, как это можно оставить за рубежом всю валюту и вывозить сырье из России. То есть понятно, что вывез, значит и пропали деньги. Это что, путинские деньги? Газпромовские? Его братьев и сестер, которые руководят? Почему вдруг кто-то может вывозить газ за рубеж и валюту оставлять там за продажу? Но и здесь умные подсказчики, советники Путина придумали новый трюк, такой философско-понтовой. Они, оказывается, напугались избытком валюты в России и резким укреплением рубля. Вот надо же так. Вот придумать с ног на голову все поставить и избыток валюты в России. Ничего себе! А рубль-то, смотрите, как укрепляется. И этот испуг, именно этот испуг дал возможность Путину сказать, что все, можете теперь оставлять всю валюту за рубежом от проданных сырьевых ресурсов. Но это нарочно не придумаешь. Ни в одном сне такой не приснится. Это манна небесная на олигархов посыпалась. Наконец-то! И якобы из-за резкого укрепления рубля по швам затрещал федеральный бюджет. Это может быть такое, нет? Всегда валюта страны, когда она укрепляется, бюджет не трещит по швам. Ну а здесь вам нужно что-то рассказать, почему привели в порядок такой закон о том, что вывози ресурс и оставляй там валюту. Нечего в Россию возвращать. Ничего. Итак, российские власти идут сегодня на радикальные меры и отменяют нормы валютного контроля, действовавшие в стране с 1990-х годов. Не пойму. А ведь только что было не вывозить 5 тысяч, 10 тысяч потом можно было вывозить. Но ничего не понимаю, какие нормы валютного контроля с 90-х годов. Кто о чем нам пытается сегодня сказать. Нет, друзья, когда вы читаете такие статьи, вы должны понимать, что здесь-то вам уж не просто лапшу вешают, длиннющие на уши, а еще и тюлькой разбавляют вашу лапшу на ушах. Во вторник, 5 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, «Отменяющий норму о репатриации валютной выручке», то есть обязательном зачислении на российские счета доходов от продажи за рубеж товаров и услуг. Согласно указу Путина, опубликованному на портале правовой информации, отныне возвращать в Россию нужно лишь долю выручки, которая подлежит обязательной продаже. А с 10 июня эта доля равна нулю. Соответствующее решение приняла правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Спейте, жители Багдада, сон ваш должен быть крепок. Чтобы такое услышать, наверное, лучше не просыпаться, друзья. Пусть это приснится вам во сне. Потом, когда переживете всю эту лапшу с тюлькой, ну тогда, конечно, откройте глаза и подумайте, а где же вы находитесь, и что вам, наконец, делать в такой странной ситуации. Это не просто Алиса в зазеркалье. Это глопирующая шизофрения, о которой нельзя ничего сказать. И рассказать ни вам, ни нам, просто ничего не понятно. Итак, после начала военной операции первой волны санкций и обвальной девальвации рубли власти обязали экспортеров продавать на бирже 80% дохода в валюте. Затем норматив снизили до 50%, а в конце июня отменили вовсе для компаний, продающих несырьевые товары. К ним по классификации ЕАС среди прочего относятся зерно, золото, металлы. А сколько зерна повезли за границу, это значит, что деньги за это зерно, мало того, что это просто ворованное зерно, так еще деньги за него не вернутся в Россию. Они осядут там, на счетах. Ну, кто-то же воровал это зерно. Значит, это их собственность уже. Это собственность тех военных генералов, вероятно, мы только можем предполагать, своровали, продали, это их собственность. К России никакого отношения не имеет. Теперь же, согласно указу Путина, оставлять на зарубежных счетах можно будет также выручку за экспорт нефти, газа, угля, а также руд металлов и минерального сырья. Все эти товары по правилам ЕАС относятся к сырьевым. В общем, все, чем Россия торговала и за что имела стабильный доход, вся выручка от этих продаж остается за рубежом по указу Путина. Новые меры призваны ограничить приток иностранной валюты на российский рынок, который захлебывается в долларах и евро. Несмотря на санкции, приток валютной выручки в российскую экономику достигает 50-60 миллиардов долларов в месяц. И это исторически рекордные суммы оценивает главный экономист Института международных финансов Робин Брукс. Отток на импорт при этом схлопнулся с 20-30 миллиардов долларов в месяц до 15 миллиардов долларов. Таким образом, экономика ежемесячно получает больше 40 миллиардов долларов в виде профицита торгового баланса, деть который де-факто некуда. Если раньше валюта вымывалась оттоком капитала, то теперь и этот канал закрыт. Иностранцы заперты в российских ценных бумагах, а из реального сектора могут выйти разве что бесплатно, тогда как физлицам сложно вывести валюту за рубеж из-за драконовских комиссий и ограничений на свифт-переводы. Рубль укрепился со 120 за доллар в марте до 50 в конце июня. И лишь анонс прямых валютных интервенций от Минфина привел курсы в чувство. Во вторник доллар подорожал до 61 рубля, а евро – до 63. Цель указа Путина очевидна – остановить рубль. Но отмена, репатриации, валютной выручки и другие подобные меры значимого эффекта не дадут. Его директор по инвестициям «Локаинвест» Дмитрий Полевой говорит, что экспортерам все равно нужно платить налоги в рублях. А кроме того, держать валюту на иностранных счетах может быть опасно из-за угрозы ареста. Ослабить рубль возможно смогут прямые интервенции по покупке дружественных валют. Важны детали, как эта схема будет работать. Да и запуск механизма покупок потребует выделения ресурсов, то есть ограничения расходов. Интересная система и схема, которая сегодня возвратилась в Россию. На самом деле так было всегда. Просто мы этого не знали. Нам говорили, что продажи осуществляются за рубежом, а деньги поступают на счета, российские счета за границей. А оттуда их распределяют снова на счета в России. Отсюда и пенсия складывается ваша и все остальное прочее. А теперь-то откуда пенсия будет складываться, если все продажные деньги останутся за рубежом? В Россию не вернутся. Откуда вы возьмете пенсию? Или все-таки мой прогноз о том, что пенсия когда-то прекратится и ее не будет скоро оправдаться? Я думаю, что будет так. Ну, это же, друзья, просто прогноз. А уж насколько он верен или нет, ну, покажет нам ваша жизнь, наша жизнь, жизнь нашей страны. Я Таня Карацоба, Сиит Бурхан. Давайте хохотать до упаду, потому что все, что говорили нам до этого, сегодня говорят прямо наоборот. Спите, жители Багдада, а в Багдаде-то все спокойно.